Силы обороны Украины подбили два больших десантных корабля «Ямал» и «Азов» в порту Севастополя, а также разрушили главный узел связи Черноморского флота. Также во временно оккупированном Крыму накрыто расположение 810-й бригады морской пехоты РФ с множеством отрицательно выживших. Но этим не закончилось. Поражена нефтебаза в Гвардейском возле Симферополя, а также ракетный комплекс «Искандер» и аналоговнетный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск». Упало в центре! Потерь в вооруженных силах России нет. Что такого? Ну, исчезнет Россия. Многие государства исчезли. Сама будет виновата. Государство – это всего-навсего воображенное сообщество. Оно испытывает трудности или, наоборот, процветает в зависимости от того, какое именно государство вообразили себе люди его составляющие. Вольно же россиянам вообразить себе такую мерзкую страну, которую хочется только стереть с карты мира, потому что она непригодна для жизни, убогая, разоренная, да еще и злобная и опасная. Кто как обзывается, тот так и называется. Причины, по которым, на мой взгляд, никакого будущего у России нет. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Просто потому, что все шансы на другую жизнь Россия уже потеряла. Последний гвоздь в ее гроб забил лично недофюрер российский Путин Владимир Владимирович, 24 февраля 2022 года, напав на Украину. Итак, какие же это причины? Первое – люди. Люди, их нет просто и не будет. Государство – это люди, и не прежде всего люди, как иногда говорят экономисты, нет, гораздо жестче. Государство – это только люди. Именно так. Именно так. То есть нет людей, нет государства. Есть люди, есть государство, есть. Если много людей, много шансов у государства. Ну, сами понимаете, раз история – это равнодействующая миллионов воль, как говорил Энгельс, то очень многое зависит от того, сколько этих воль. Поэтому люди – это основа. Со людьми в России все очень плохо. На гигантскую территорию очень маленькое население, да оно еще и сокращается. Людей нет и уже не будет. У нас демографическая пирамида катастрофическая. У нас детей до пяти лет столько же, сколько стариков, которые к 70 годам приближаются. И это беда, потому что средняя продолжительность жизни мужчин в России 60 с небольшим лет, а женщин 65, соответственно, к 70 – это уже вот уходящее поколение. Соответственно, у нас пирамида, построенная демографически, не пирамида треугольная, а дерево с тонким основанием. Это беда, это смерть. По всем прогнозам демографов, созданным еще до начала войны, население России к концу столетия может сократиться до 60-70 миллионов человек. Нет людей, нет страны. Тем более, что такая территория, она просто не будет удержана. Это факт. И поэтому у России будущего нет. Вообще-то, это одной причины достаточно, чтобы подписать ей смертный приговор. В общем, можно было бы так и сделать, но есть еще другие. И я насчитал еще шесть, каждый из которых тоже весьма убойно. Итак, первая причина, что Россия погибнет, у нее населения нет, и оно сокращается, и совсем будет мало к 2100 году. Вторая причина. Деньги. У России денег нет и не будет, и уже никогда она их не сможет получить. Россия страна, которая нуждается в огромных средствах для того, чтобы благоустроить, облагородить, сделать пригодной для жизни свою территорию. Как говорили еще в 19 веке, Россия это ледяная пустыня, по которой броет лихой человек. Пустыня действительно грандиозная, и когда переезжаешь в Волгу, можно ехать, ехать и ехать, и не встречать ни одной живой души. В лучшем случае какие-то развалины, видите. Можно и 100 километров проехать, и 200, никого не встретить. А если переедешь в Урал, там вообще, там вплоть до Тихого океана огромные пустынные пространства. И, соответственно, русские привыкли гордиться тем, что у них огромная страна. Вот этот вот дебильный лозунг, что Россия самая большая страна на свете. Это очень плохо. Это очень большое бремя. Фашистовый философ Иван Ильин, кумир Путина, он первый заметил это. Сказал, что бремя пространства над Россией всегда было. Так вот, нам просто не развило эту мысль. Она на самом деле очень тяжелая. Пространство еще холодное, ледяное, в вечной мерзлоте. Очень неудобное. Реки текут очень неправильно. Все с севера на юг в Ледовитый океан в основном. А крупнейшая Волга в пустынный бассейн Каспийского моря, не имеющего выхода в мировые торговые пути. В общем, страна неудобная и пустая. И для того, чтобы ее просто освоить, нужны были колоссальные деньги. А сейчас мы ее, к тому же, страшно запустили. Россия очень поношенная, истасканная страна, где все лопается и рвется, потому что все построено давно, и никто за этим не следит. Это страшные дома, хрущевские и брежневские, которые надо выводить уже в массовом порядке и заменять другими. И вообще они плохие для русских условий. Это отвратительные дороги, которые пытался Путин перестроить, но у него мало что получилось, потому что начал войну. Это изношенная инфраструктура, в том числе отопительная, например, и прочее, прочее, прочее. Подсчитали, что для России, просто чтобы отремонтировать страну, нужно 20 триллионов рублей. 20 триллионов. Доход государству, сейчас доходная часть бюджета 30 триллионов рублей. Вы понимаете, денег нет, но таких еще и не будет. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Россия за время Путинского управления 20 триллионов долларов получила от продажи своих углеводородных ресурсов. Могло бы хватить, чтобы рядом еще одну Россию построить. Или, по крайней мере, вот эту привести не просто в отремонтированный вид, но еще и сделать промышленно процветающий, самый развитый, с самым новым оборудованием и прочее. Все профуканно. На Челси, на дворцы, на Геленджики, на храмы бессмысленные. Все профуканно. На войну. Третья причина. Технологии. Их тоже нет и не будет. И все эти попытки тащить через задний двор что-то из Китая, из Тайваня, это все палеотив, мертвому припадке. Китайцы станки поставляют, а технологий нет. И они в этом не заинтересованы. Да и технологии у них отсталые по сравнению с передовыми. Это, знаете, заменить источник новья, новейшие технологии Запада, на вторые руки через Китай все это получать за вчерашнее. Более идиотского решения не было. Россия, в силу особенностей своей исторической устройства, никогда не была способна сама какие технологии делать. Она существует за счет торговли с Западом. Существовало 500 лет. Она продавала туда ресурсы, а оттуда импортировала технологии. Прежде всего военные, но за ними и все остальные. А теперь этот источник технологий закрыт, а сама она не может это делать, потому что никакие Платона, Нефтоны, Кулибины и Полоскова ей не нужны. Она их истребляет, изгоняет. Вон у нас ученых, которые Путину гипероружие делали, посадили там уже полтора десятка человек в Новосибирске. Не нужны нам никакие Кулибины, ничего это нам не надо. Мы все привезем с Запада, а теперь Запада нет. Все, откуда привозить? Из Китая? Ха-ха-ха. Смешно. Даже обсуждать не буду эту чушь. Из Китая, кроме крепостного состояния бао-цзя, то есть круговой поруки России, никогда ничего не импортировало. Вот в этом и прощу. Четвертая причина международного сотрудничества. Нет и не будет больше, а мир устроен так, что даже в эпоху глобализации первой, монгольской или даже римской, в одного ни одна страна толком не могла подниматься. Даже такая великая, как Китай или Римская империя. Но Римская-то всегда была открыта для внешних связей. А вот Китай, как только он замыкался в себя, он периодически это делал с упорством, достойным лучшего применения, как превращался Китай в заспиртованную банку с открытиями, которые никуда не шли. И в результате, когда эту банку вскрывали, оказывалось, что внешний мир далеко ушел вперед. И Китай, некогда гордившийся своим колоссальным технологическим лидерством, оказывался у разбитого корыта. Россия слишком мелкая страна, чтобы в одного даже пытаться что-то сделать, понимаете? Но вот самолеты российские, которыми все так гордились, вот эти все Миги, Сушки и прочие военные, которые продавались хорошо, а теперь не продаются. А почему? Да еще тогда уже наши конструктора говорили, что мы можем сделать фюзеляж, корпус самолета, можем сделать двигатель. Кстати, двигатель тоже хорошая вещь, пристальный двигатель не умели делать. А вот авионику, то есть электронные все приборы, которые обеспечивают эффективное использование двигателя, эффективный полет, не можем. И знаменитый советский, российский самолетный вооружейный экспорт, это отечественный фюзеляж и двигатель, плюс французская авионика. Сейчас ее нет, все, и нет продаж, все, бай-бай. И так во всем, в ракетах наших западные чипы, в танках и в БМП западная электроника, в наших автомобилях начинка вся импортная. Нет, этого не будет, значит и развития не будет. Пятая причина – это образование. Соответственно, у нас деградация образования – это то, что я видел своими глазами, пока работал в вузах, на протяжении многих лет, почти 20. И то, что приводило меня в отчаяние еще на рубеже 2010-х годов, с тех пор там стало только еще хуже. Школьная убита, это я видел, когда я был депутатом, поехал про всем школам, там все уже от того советского мало что осталось. Хотя есть еще какие-то героические учителя, которые пытаются наших детей учить, но в целом эта система катастрофически низкая. А вузы? Ну, а вузы не заинтересованы. У нас нет международно признанных вузов, наш московский государственный университет на 600-х и 300-х позициях болтается в рейтингах вузов. А с нынешними вузами, там их более 300 в России, каши не сваришь. То есть вузов нет, технологического образования нет, школьное образование ужасное по сравнению с тем, что было, когда я учился в школе в 80-е годы прошлого века. Это катастрофа. А без образования в современном информационном мире вы куда намылились? Вы чего собираетесь делать? Не будет никакого будущего, потому что у вас в школах сейчас воспитывают верноподанных дебилов, чтобы они умирали под бахмутом. Ну окей, но будущего нет у таких людей, только смерть под бахмутом. Вот у нас одна идеология, русский мир. Соответственно, науки тоже нет, потому что наука, как бы вы ни говорили, не гордились Ломоносовыми и всякими прочими самородками, но наука это статистическая функция. Для того, чтобы у вас был один Нобелевский лауреат, нужно, чтобы у вас было 100 выдающихся ученых. И чтобы было 100 выдающихся, нужно, чтобы было 1000 или больше талантливых ученых. Чтобы было 1000 талантливых, нужно, чтобы было 10 тысяч хороших профессионалов. Просто чтобы было 10 хороших профессионалов, 10 тысяч, нужно было, нужно иметь еще, соответственно, 100 тысяч обслуживающего научного персонала приемлемого качества, нормального качества. Потому что низкое качество вообще не нужно. А под этим научным фундаментом должна быть еще школа с соответствующим тоже уровнем подготовки. Если у вас этого ничего нет, то никаких Нобелевских лауреатов у вас не будет, разве что случайно. И то эти лауреаты постараются из вашей страны уехать. Ну а без науки в современном ноосферном мире, где главная ценность это не железяки и не ресурсы, а знания. И мы это видим, как американцы этим пользуются, сколько они производятся, придумывая смыслы, создавая образы. Вы понимаете, они на этом зарабатывают такие деньги, как у нас весь военно-промышленный комплекс. Даже близкое не мечтает заработать в самые лучшие свои дни. Такого масштаба там рынки. Этого ничего нет и не будет в России. А вы компьютерный человек? К сожалению, нет. И интернетный? Нет. Обучаюсь. В интернете. Обучаюсь. Меня дети обучают. Ну и последнее, это седьмая причина. Это то, что я уже сказал, что традиционное сокровище России, природные ресурсы, которые Господь нам дал, их роль уходит в прошлое, потому что, как вот с сельским хозяйством было, что оно когда-то давало огромную часть богатства народов, как говорил Адам Смит. И предел мечтаний разбогатевшего промышленника было отойти от дел, купить себе поместье за 50 тысяч фунтов стерлингов и наслаждаться жизнью сельского лендлорда. Это была мечта 18 века, да и 19 тоже. Земля, основная ценность, она никогда не теряет ценности. Надо вкладываться в надежную земельную недвижимость. Вот это вот еще мечта всего 19 века. Все. 4% мировой экономики в развитых странах дает сельское хозяйство. 4, друзья мои. А статопогрешность 3%. Понимаете, да? Ну, без нее, конечно, нельзя, без производства продуктов питания, но это всего 4%. Сырье, оно тоже быстро начинает терять свои позиции, но все, нет ресурсов. Значит, страна ресурсная, которая всегда существовала по схеме газ трубы, мы вам газ, а вы нам трубы, мы вам пшеницу, мы вам лес, мы вам пеньку, мы вам уголь, мы вам нефть, алюминий, сталь низкого передела, а вы нам высокие технологии, вы нам компьютеры, вы нам машины. Вот этот вот обмен, он все, его время заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok